Спасти людей из-под завалов, вытащить лодку со дна реки и ликвидировать пожар в офисном здании. Такие действия отрабатывали вологодские спасатели на втором этапе всероссийской тренировки по гражданской обороне. Всего учения включают в себя три этапа и продлятся четыре дня. Прибыли на место в районе улицы Луговой 1А. Утонула лодка. Судьба одного рыбака неизвестна. Разворачиваем водолазную станцию, приступаем к поискам. Как понял? Время 12.08. Информация принята. Судьба рыбака оказалась трагичной. Прибывшие на место водолазы вытащили из воды уже бездыханное тело. На дне реки обнаружили и затонувшую лодку. Определив размер и положение, спасатели зацепили ее тросами и вытащили на берег. К счастью, в роли утонувшего – кукла. А трагедия на воде – легенда учений вологодских спасателей. Ситуация такая, возможно, как в мирное, так и в военное время. То есть мирно это может случиться с рыбаками при сильном ветре, при штормовых каких-то погодных условиях. Когда лодка переворачивается и, к сожалению, некоторые рыбаки по определенным причинам не могут доплыть до берега. Спасение утопающих – один из пунктов второго этапа всероссийской тренировки по гражданской обороне. Если в первый день, 4 октября, рассматривались организационные моменты, то сегодня развернулись тактические учения. На них отрабатываются конкретные чрезвычайные ситуации, например, действия в случае крупных пожаров или обрушения зданий, когда необходимо извлекать людей из-под завалов. Это и развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, это санитарно-обмывочный пункт, также пункты приема техники. Во всех мероприятиях будут задействованы также и учреждения, и предприятия городские наши. Второй этап продлится и завтра. Масштабные учения пройдут на станции Лоста. По легенде, там столкнутся два поезда. Будет зафиксирован разлив нефти. Завершится всероссийская тренировка 7 октября подведением итогов проделанной работы.